Девочки, мальчики, всем привет! Я вам сейчас покажу, как это делается. Как я замораживаю баклажаны на зиму. Значит, вот обычные баклажаны в сезон покупаем недорого. Сейчас в процессе рецепта, как там, что вот покажу. Вот получаются, видите, это уже мороженые. Вот это сжатые. И вот такой салатик вы забабахаете за 10 минут. Пока будет лук жариться, у вас будут размораживаться вот так водички эти баклажаны. И вы будете готовить. А вот еще, видите, самсу испекла. Узбекскую, как в тандыре. О, слоеные. Заказ самса. Все, гоу-гоу, поехали! Значит, вот у меня баклажанов очень много. Мы делаем их много на зиму. И вот помыла я их. Тем временем поставила вот в кастрюлю воду. Вот жду, когда кастрюля вода нагреется. Начинаю сейчас резать. Смотрите, значит, как мы делаем, обрезаем, режем баклажаны. Жопки, письки срезали. Значит, вот пополам. Это я так делаю. Вот, видите, размер с пальчик. У кого какой пальчик? Ориентируйтесь на свои пальчики. На свои, на свои, вот, как вам понравится. Но, что самое главное. Смотрите, пополам. И надо, чтобы в каждом ломтике была шкурка. Вот эта шкурка, она будет держать весь баклажан. И можно вот эту вот штуковину разделить на три части. Раз. Видите, вот у вас получается вот так. Не делайте вот так. Смотрите, вот это вот будет тоненько. Вот так вот не надо делать. Потому что они у вас сварятся. И вот эта вот штуковина, она у вас просто вся вот размякнет, разлетится. Не нужно. Делайте лучше. Пусть вот такой крупной будет. Потому что это после варки. Вот. На три части. После варки оно размякнет. Плюс еще будет заморозка. Вот побольше баклажанчик. Опять вот пополам. Пополам. И вот на три части прям. Вот. Вот. С пальчик. Шкурка. С два пальчика. Вот. И вот так вот. Пока вода закипает, нарежьте, подготовьте все баклажанчики. Все. Вот. Мальчики, смотрите. Вот нарезала я баклажаны. Видите как? Вот они все. Какие-то длиннее, какие-то короче. Это не важно. Главное, чтобы они не были вот здесь тоненькими. Вот это место. Не переварились. Все. Кастрюля в воде закипела. Что я делаю? Я вот беру и вот кидаю вот эти... Ох! Баклажаны в кастрюлю. Это делается все очень быстро. Много не кидайте, чтобы не получилось так, что снизу переварились, а сверху сырые. Ну, делайте так вот, по килограммчику. И кастрюлю не наполняйте полную. Видите, они... Чтобы вам можно было их размешать, и чтобы они этот... Они же, видите, вон всплывают наверх. И вот так вот. Сейчас вот сварю, и потом скажу вам точно, сколько минут они у меня здесь балансировались. Ребятки, смотрите, значит, вот так вот помешивайте, потому что снизу они быстрее сварятся. Вот, значит, смотрите, варила я их 5 минут. Вы увидите, вот... Ох, горячо. Сейчас. 5 минут варила, не варила, балансировала. Видите, вода потемнела, значит, ничего я не солила, не присаливала. Тут вот у меня готовится этот... Таз с холодной водой. Я вот эти все баклажаны кидаю в холодную воду. Не надо их вываривать. Не надо из них делать кашу, потому что они еще будут замораживаться. И после разморозки будут еще такие... Вообще будут как сопливые. Все, видите, вот... Значит, не солим. Ничего с ними не делаем. Просто помыли, порезали. Вот. Видите, вода какая. Все, кинула в холодную воду. Вот так прям рукой. Теперь... Вот в эту же воду кидаю опять баклажаны. А те пусть плавают, булькают, охлаждаются. Вот так прям побольше. И тоже сейчас вот так булдых-булдых и варить. Значит, баклажанчики вот в холодную-холодную из крана там, откуда, в воду. Вот. И вот вы трогайте, чтобы они не были теплые. Надо, чтобы они полностью остыли. Чтобы они там не доходили. Видите, вот смотрите, какой баклажан. Сейчас настрою. Видите, вот он весь. Блин, что... Вот. Он уже, видите, какой. Если был бы он тоненький, вот это бы вот просто-напросто вот так бы вся расквасилась. Но вот он держит форму, потому что он крупненький. Все, охлаждается это все минут пять в холодной водичке. Потом отжимаем и покажу дальше, что делать. А эти вот варятся. Баклажаны остыли. Теперь смотрите, что я делаю. Я вот беру вот так вот их. Вот. Руки. И вот так вот отжимаю. Смотрите, отжимать можно по-разному. Можно отжать так, что вот это вот все, оно перемнется. Вот. В ручке держим и вот так вот надавливаем. Видите? Вот такая вот штуковина получается. Мы с нее, с этих баклажанов всю влагу убрали. А форма целая. Вот она. Потом салат, это вот эта губка вся эта пропитается. Значит, вот. Главное, чтобы они остыли. Вот так вот. Отжимаю им. Отжимаю им. Вот. И вот так вот все баклажанчики. Видите, что? О, пять минут баклажаны там надо выключать. Смотрите, беру вот такой обычный пакет. Да? Пакет. Вот отжала. Видите, сколько было? Опять же, вот этот таз перекинула. Вот, пожалуйста, баклажанчики. Видите, какие они должны получиться? Сейчас настрою. Вот такие. Вот они. Вот они целенькие все. Видите, как они уменьшились? И вот это место, вот оно какое стало. Если тонко нарезать, то оно будет вообще все хлюплое. При отжимании оно у вас вообще в кашу превратится. Вот. Регулируйте сами, сколько минут. Вот я делала по пять минут. Четыре минуты скипятили. Вот так постоянно помешивайте. Ну, не так постоянно. Вот. Смотрите, чтобы они у вас были готовые. То есть, когда будет кипеть у вас вот эта кастрюля с баклажанами, вы не думайте, что они вот прям вот квашня, и можно вытаскивать. Нет, у них такой вид обманчивый. Ну, вот четыре минуты проварили, пробаланшировали, вытаскивайте, смотрите. Все, теперь что делаю? Я не взвешиваю, я вот на глаз. Вот считаю, что вот сколько мне нужно. Вот сколько я хочу салатик сделать, да, вот. Ну, вот так вот. Ну, вот столечко, вот так вот. Просто вот так. Заматываю вот так на узелок. И вот так вот в морозилку. Все. Вот так сейчас все сделаю. Ребятки, ну вот, вышло по килограмму девять пакетиков. Вот так прям в морозилочку. Ой, у нас мы клубничники, но в морозилке у меня не ягоды, а овощи, потому что мы овощи больше любим. Просто мы свои ягоды едим круглогодично. Вот, все. Вот этот вот шиндер-миндер зимой, вы представляете, что будет? Ну, сейчас убираю в морозилку, а потом этот. Покажу, как правильно еще разморозить. Все, убираю в морозилку. Господи, одна рука тут, другая, там, как ее тут бомбать. Все. Вот. Это будет теперь до зимы, до свидосики. Ребятки, значит, смотрите, видите, вот, замороженные баклажаны. Все, вот пришла зима. Что вы делаете, чтобы сделать, например, такой салат? Не важно, в дымляму, в любой, где вот есть баклажаны. Вот, вот он, видите, замороженный, вот, лед. Я, значит, вот что делаю. Первым делом, рецепт там будет в ссылке, где под видео, там будет рецепт, как эти баклажаны делаются. Вот, видите, чашка получилась маленькая, но ничего страшного, я переложу ее. И вот, теплой водой зальете полностью вот эти баклажаны, они отойдут быстро. Ну, чашка нужна побольше, видите, как лажа. Чашка маленькая. Ну, простите меня, извините меня. Хотела как лучше, а то напишут опять пластмассовая чашка. Ну, вот. Ну, короче, ребятки, вот так вот заливаете и этим временем, смотрите, режете, ну, полностью заливаете. Режете лук, режете там все овощи и лук жарите, обжариваете. Пока вот лук обжаривается, все приготовили, вот это все оттаяло. Сейчас покажу, оттает, покажу, что получится. Все, смотрите, водичкой теплой залили, пока там лучок жарится, пока овощи режутся, все, ваши баклажаны, видите, они разморозились, они, сейчас покажу ближе, посмотрите, видите, сейчас настрою, видите, вот они, целенькие, два пальчика, с пальчик, все, все готово, значит, все там порезали, пожарили, вот это вот штуковина, баклажанчик ваш, видите, вот так отжимаете, чтоб не было влаги, и вот в чашку, видите, вот он какой, он не развалился, он не развалился, он получается целый, вот, пожалуйста, вот он целый, вот так вот, ну вот, ребятки, вот такой вот салат, из баклажанов, можно их просто жарить с мясом, можно сделать по-корейски, я не буду показывать здесь, как этот рецепт делается, потому что этот рецепт уже есть, я в ссылке под описанием, под видео, скину вот этот вот рецепт, вот, вот эти баклажаны, видите, они вот, они уже все готовы, вот они отжались, вот, они вот, без жидкости всякой, вот вам сырой баклажан, вот такими кусочками, помните, я показывала, как делал, и вот готовый вот салат, 10 минут, лук жарится, все, баклажаны бросили в воду, теплую, и начали чистить лук, лук пожарили, и начинайте готовить, ой, вот видите, все пропитанные, сейчас настрою, вкусно, они должны простояться, если вечером, с утра, начинайте кушать, значит, в сезон, сколько они, рублей 2, а зимой баклажаны, 300 рублей у нас, вот, очень вкусно, я еще буду есть самсой, видите, сама пекла, как в тандыре, она, знаете, какая, она не такая слоеная, вот как, вот как тесто, да, Наполеон у меня там, она как резиновая, вот как в Ташкенте делали заказ, самса с курдюком, вот такая самса, о, 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 и вот баклажаны, ребятки, делайте, это так вкусно, а, еще что хотела сказать, видите, что у меня здесь, бандура стоит, это у меня сушилка, я не сушу в ней баклажаны, да, место везде найдется, куда приткнуть, но мне нравятся вот такие, они как свежие, у них вкус остается такой вот, это просто вкусняшка, на зиму мы не консервируем вот это, салат, мы его зимой едим вот таким, единственное, что там, ну, купите один огурчик, и пол болгарского перчика, все, и вам выйдет целое ведро, видите, вот килограмм, сколько здесь, и вот, конечно, самсой, такое, если хотите, сделаю, покажу, как делать такую самсу, очень вкусно, ммм, ребятки, по многочисленным просьбам, смотрите, что, чимчи, чимчи, все, буду закругляться, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, вот, кто как замораживает, напишите, я вот так поделилась, кто-то может по-другому, все, пойду делать, заправлять, вон там, вон, видите, на горизонте, чимчи, а то кирдык-пердык будет, все, ребятки, спасибо всем, пока-пока, пока-пока,